Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Жозеп Боррель просто не понимает, какую чушь он несет, когда со своей прежней мантры про санкции работают и экономика России порвана в клочья, он вдруг переключился на противоположную мантру «Санкции – это медленный яд». Забавный такой дедушка. То есть он почему-то считает, что у России времени нет, а вот у Европы с Америкой – сколько угодно. То есть Россия сидит на своих ресурсах, кормит себя, обувает, одевает, а чего не хватает, продаст Китай, и они правда думают, что при забеге на длинную дистанцию упустим. Еще буквально 2-3 года назад ходила фраза, и вполне справедливая, кстати, мол, вы не понимаете, у Америки время на исходе, у них буквально последние 3-4 года, чтобы остановить Китай, потом они его уже просто никогда не догонят. Забавные ребята. То есть им надо останавливать Китай, а они в Россию вцепились, Байден – точно гений на все века, вместе со своей Клинтоншей, Блинкеном и прочими вашингтонскими ятребами-неаконами. Давайте посчитаем, Европа лишилась российских ресурсов, Европа будет вынуждена конкурировать с Китаем за ближневосточные ресурсы, причем речь о сегодняшней, обнищавшей Европе, куда уж ей конкурировать. И, наконец, у Европы отобрали ее главный сырьевой придаток – Африка. Спасибо мускулистым ребятам с хорошим музыкальным вкусом. Это реальный итог. Тут прошла без должной оценки шикарная новость – на европейской бирже была зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию. Чтобы понять масштаб этой катастрофы, наверное, надо уточнить кое-что про биржу. Фьючерс – это что такое? Это сделка на будущее, через полгода. Допустим, я куплю столько-то гигаватт часов электроэнергии. И, как бы, все, ты должен либо продать кому-то другому этот фьючерс, либо исполнить обязательства. И что мы видим? Спекулянт не смог никому продать. Раз, не смог продать даже со скидкой. Два, он не смог даже подарить никому этот фьючерс. Ему пришлось приплачивать, чтобы хоть кто-то снял с него это обязательство купить электроэнергию. И что это значит? В Европе уже никому не нужна электроэнергия. Загубили промышленность. Как только упало потребление, стало можно не топить. Все, промышленности уже нет, никто не берет энергию. Заметьте, не то, что со скидкой, а даже даром никому не нужна электроэнергия. Это до чего же довести надо было старый свет. Уму непостижимо. Однако, это лишь начало комедий. Впереди все гораздо более интересное. И самое смешное, что сегодня доводится с регулярностью слышать, это истерические завывания. Да вы хоть представляете, что будет, если вот мы сейчас промедлим, если Европа и США переведут свою экономику на рельсы? И что же будет, позвольте спросить. Вот почему-то считается, что если кусок ерунды положить на рельсы, то он резко куском золота сделается. С чего ли? Давайте по фактам. Экономика. Она и есть экономика, ее законы не приложены, и рельсы тут ни при чем. Есть же стандартные компоненты, из которых складывается себестоимость изделия, материалы, энергия, труд. И все нытье про рельсы, это разговоры про то, что труд, например, может стать почти бесплатным. Ладно. А где вы энергию возьмете в нужных количествах и материалы? В нас, говорит, привычка судить о людях по себе, это нам помог перевод экономики на рельсы. У нас были свои ресурсы, у нас была своя энергия, нам нужно было только строить заводы. По всем направлениям, по переработке нефти, по выплавке стали, по столепрокату, химические производства для выпуска парохов и так далее. А из чего это все делать? В России имелось. Там была другая беда. Страна лежала в руинах после почти 10 лет, и даже индустриализация далеко не все сделала, что требовалось на тот момент. И вот нам, да, нам помог переход на рельсы. А господин Борель к какому месту должен эти рельсы приложить, чтобы европейскую экономику проняло? Вы, простите, его уважаемое лицо видели, ну какие там рельсы? Ну вот и наступает долгожданный момент, когда Евросоюз будет полностью зависеть от дорогостоящего привозного американского природного газа. Ведь в таком случае их промышленность будет не в состоянии производить целый спектр продукции и отдаст эстафету обогащения другим, более успешным странам. Нидерланды, конечно, заслужили такую схему, как в целом и вся Европа, но там прекрасно понимают, к чему это приведет. Истощившееся главное газовое месторождение ЕС в Гранингене с 1 октября не позволит набивать карманы газодобывающей компании, которая в прошлом являлась ключевым плательщиком в нидерландский бюджет. Когда в 1960-х годах на Гранингенском месторождении начали добычу газа, то доход от этой деятельности сразу занял первое место по объемам получаемых денег в государственной казне. Это был главный источник газа для Западной Европы. В США с радостью потирают руки, ведь не наращивая объемы поставок, можно будет добиться существенного удорожания стоимости газа из-за дефицита. Между прочим, американской сланцевой отрасли необходимы срочные приливы финансовых средств, их и так заставляют расплатиться с долгами перед банками, многие компании обанкротились. Поэтому чем меньше у Европы будет собственного газа, тем лучше для всех, кроме, конечно, самих европейцев. Но ничего, они переживут, их же принудительно заставили отказаться от недорогого российского газа, в результате чего остановилась часть предприятий. Металлургия стала меньше производить продукции на 50%, некоторые виды удобрений стали меньше выпускаться на 75%. А зачем им промышленность, если они богаты и все могут купить в других странах? Кстати, нужно обратить внимание, что за время добычи газа в Гранингене 127 тысяч строений были испорчены из-за толчков земли, а там всего 327 тысяч задней. Естественно, это нужно оплатить, но в Нидерландах о людях никогда не думали и просто игнорировали этот факт, иначе пришлось бы всю выгоду от добычи газа раздавать жителям. В городе Гранинген одна треть зданий в испорченном состоянии с трещинами, некоторые приходится демонтировать. Вот так Европа. Однако отмахиваться от компенсации не получилось, но там пошли на хитрость и пообещали через 30 лет заплатить 22 миллиарда евро, то есть когда не будет добывающих компаний, а также тех, кто требует эту компенсацию. Не станут же люди жить в таком доме, проще переехать в нормальную страну, где здания не трескаются каждый год. Но теперь толчков земли больше не будет, это злополучное месторождение, приносившее Нидерландам основную прибыль, окончательно закрывается с 1 октября, гораздо раньше, чем это предполагалось. Конечно, промышленная составляющая в этой стране была довольно сильна в общей структуре валовый внутренний продукт. Последние дни приносят однотипные новости из Прибалтики, предприятия в разных секторах экономики закрываются, а те, что еще на плаву, объявляют о сокращениях персонала. Власти и предприниматели ищут виновных. Экономика региона постепенно проваливается в черную дыру, а заниматься бизнесом становится все менее выгодно. Дошло до того, что даже авторитетные специалисты советуют местным предпринимателям задуматься о релокации в какие-либо другие, более благополучные страны. Чтобы не быть голословными, приведем примеры. Вот новости из Эстонии лишь за последний месяц с небольшим. 30 июня известило о самоликвидации предприятия Brandner, выпускавшие печатные платы. Некогда оно входило в десятку самых успешных производителей электроники в Эстонии. Однако в последнее время дела пошли так плохо, что ему пришлось прекратить существование и, соответственно, уволить оставшихся 19 работников. 12 августа заявила о своей ликвидации транспортная компания Warutrans. Томас Пиху, владелец фирмы, просуществовавшей 30 лет, пояснил, что у него есть 9 фур, большинство из которых окончательно износились в рейсах и требуют инвестиций в размере более миллиона евро. «Глядя на текущую экономическую ситуацию, я, конечно, не хочу идти на такой риск», – рассказал Пиху. Без работы остаются 14 сотрудников. 14 августа трикотажная фабрика компании Qualitech сообщила государственной кассе по безработице, что будут сокращены всех 34 оставшихся сотрудника, а предприятия закроются. В ноябре прошлого года эта компания уже сократила 36 работников и объявила, что переносит свою деятельность в другие страны ЕС. В пресс-релизе, отправленном представителями компаний 10 месяцев назад, говорилось, что расширение бизнеса в нынешней экономической ситуации в Эстонии уже невозможно. 21 августа предприятие N5, занимающееся обслуживанием дорог и дорожным строительством, предупредило, что уволит 37 из 220 сотрудников. В 2023 году N5 продала свой асфальтовый завод, а теперь жалуется на рост цен на сырье из-за ситуации в мировой экономике, на накопившиеся долги и отсутствие выгодных контрактов. 29 августа эстонская компания Цлеверон, производящая роботов, заявила об очередной волне сокращений. В прошлом году эта фирма рассчитала 38 работников 20% персонала, а теперь намерена избавиться еще от 20 человек, чьи рабочие места будут ликвидированы.